Решая сложные задачи, учить детей читать, писать. Первые шаги в своей профессии делают молодые специалисты. Их новый жизненный этап начался с урока. На один из таких мы сейчас и заглянем. Вероника Паскевич свой выбор сделала еще в детстве. Примером стала первая учительница. После школы поступила в Горецкий педагогический колледж. Окончив его с отличием, вернулась в родной город. Теперь работает в 34-й школе. Главное говорит забота, любовь и внимание. Время идет, дети меняются, наставник должен это учитывать. Когда они видят, что я заинтересована в их жизни, в их игрушках, тогда и они хотят открыться мне, раскрыться и показать все свои таланты. Вот уже почти две недели Вероника Витальевна и первоклассники идут вместе по школьной дороге. Любовь у них взаимная и с первого взгляда. Молодая учительница признается, в ее памяти навсегда останется самый первый урок. С этого момента жизнь обретает новые краски. Для меня прошел легко, а для детей было немного трудно, потому что они попали в новую обстановку. Но я старалась создать для них такие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно в этих условиях. Она нас учит читать, писать. Хорошая, добрая. Всему нас учит. Всему познает мир. Все нам помогает. Тебе нравится учиться в школе? Да. А что тебе больше всего нравится? Можешь перемены? Да. Наша учительница добрая. Она может помочь в трудную минуту. Все в этом году педагогическая семья 34-й школы пополнилась четырьмя молодыми специалистами. В помощь им старшие коллеги, где надо подскажут, помогут или просто поддержат добрым словом. Им очень комфортно в нашем учреждении образования, так как для них созданы все условия. Здесь они могут получить свой опыт. 105 парней и девушек приступили к работе в этом учебном году. 55 из них – приезжие. По традиции, в начале сентября с молодыми бойцами встречаются руководство города и начальник управления по образованию. 2020-й не стал исключением. В ходе встречи обсуждены наиболее важные для молодых педагогов вопросы. Это и организационно-методическое сопровождение их деятельности, это и социальные гарантии, которыми они обеспечены, в том числе профсоюзной организацией. Никто не остается без внимания. Приезжим общежития местным стимул расти и развиваться. В общем, создают все, чтобы человек себя чувствовал комфортно на рабочем месте и, самое главное, нужным. Для педагога самое главное – это стремление. Стремление и желание что-то делать, развиваться. А в дальнейшем уже будет зависеть от того, что мы хотим делать и будем выстраивать свои отношения в соответствии с нашими стремлениями и желаниями. Мне повезло, я попала в очень хороший коллектив. Коллеги всегда мне помогают, очень отзывчивые. Я могу обрестись любым вопросом, мне всегда помогут. За что я хочу им сказать огромное спасибо. Коллектив меня принял хорошо. Они мне помогают, направляют, делятся материалом. Я довольна. Молодые специалисты продолжают погружаться в рабочий процесс. Со стороны государства им гарантирована поддержка. А значит, теперь все зависит только от них. Максим Кембель, Максим Гленко, Бобруйск, 360.